На совещание о готовности котельных к зимнему периоду, который провел Аким Горда, приняли участие руководители самостоятельных отделов и директор предприятий теплокоммунэнерго Азад Сарпеков. В ходе встречи был поднят вопрос о задолженности жителей поселка Шульбинск за отопление и об отключении от тепла бесхозных домов. В Шульбинске очень проблемные моменты находятся там. Именно население там должно 38 миллионов тенге. Из них 29 миллионов тенге – это у нас проблемные объекты, которые бесхозные дома, безнадежные оплаты. Есть такие моменты. Мы их всех тоже на сегодняшний день отрезаем. В семье также есть дома и предприятия, которые не платят за отопление. Их предупреждали до сегодняшнего дня. Те, кто никак не отреагировал, в течение 10 дней будут отключены от тепловой сети. По остальным юридическим лицам вручены досудебные претензии 91 абонент, 69 миллионов тенге. Из них половину мы отключили на 34 миллиона тенге. Согласно решению заседания штаба по погашению 9 задолженности список дебитов закреплен по 18 отделам Акимата. Вместе с Акиматом работаем. И не оставляя ни одного судебного исполнителя, на сегодняшний день мы со всеми работаем. Делаются выезды, вручаются письменные предупреждения, потом в течение 10 дней мы их всех отрезаем. В ходе совещания также был поднят вопрос и о транспортировке угля. При перевозке угля вагонами КТТ перевозится 79%. То есть, по сути, никто больше, чем КТЖ, не делает для обеспечения социально значимого груза, для его перевозки. Никто не делает. Исходя из этого, то есть, дан посыл всем транспортным компаниям, что парк Кастомер Франц ограничен. Сейчас он составляет по стране 26 тысяч единиц. До конца года планируется увеличить практически до 22 тысяч. Будет выдано с ремонта 650 вагонов. Присутствовавший на совещании городоначальник отметил, что в связи с созданием новой области в регионе возникает ряд проблем с выделением средств. Тем не менее, было сказано, что не следует останавливать запланированные работы. Субтитры создавал DimaTorzok